В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Глава Башкортостана Ради Хабиров отметил, что оснований для дальнейшего смягчения режима повышенной готовности, действующего на территории республики, пока нет. Об этом он заявил 6 июля на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона. Как сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин, показатели прироста коронавирусной инфекции за минувшую неделю остаются на уровне 0,9%. По данным наутро 6 июля в Башкортостане выявили 5638 заболевших, 412 человек находятся на стационарном лечении, в том числе 32 в отделениях интенсивной терапии и реанимации. По критериям Роспотребнадзора мы можем перейти ко второй фазе снятия ограничений, но уже несколько недель ситуация в республике, оставаясь стабильной, не меняется в лучшую сторону, отметил Ради Хабиров. Глава региона поручил всем главам муниципалитетов провести заседание оперативных штабов, скрыть проблемные места и представить предложение о дополнительных мерах по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. Жители по-прежнему должны соблюдать масочный режим в общественном транспорте, торговых организациях, государственных и муниципальных учреждениях на предприятиях. Особое внимание глава региона поручил уделить безопасности школьников, сдающих ЕГЭ. Максим Забелин рассказал, что медицинские работники уже получили июньские выплаты, установленные за работу в условиях коронавирусной инфекции. Он также добавил, что из Карачаева Черкесии возвращается группа специалистов, отправленная для помощи в борьбе с коронавирусом. Все поставленные задачи башкирские врачи выполнили успешно. Очередное заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на территории Янаульского района прошло в понедельник, 6 июля. О текущей ситуации по санитарно-эпидемиологическому благополучию по коронавирусной инфекции на территории района рассказала главный специалист Роспотребнадзора по городу Нефтекамску Забедохузина. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Яновском районе остается сложной. В Яновском районе, как уже было озвучено, 102 подтвержденные случаи. Из 102 случаев немножко мы раскладку сделали. В том числе пенсионеры 31,2%. Вот случаи переболели, которые работники организации промо-приприятий 14% составляют. Медицинские работники, которые переболели и подтверждено 17%, дети 4%. Из числа подтвержденных семейных очагов 19. И охват 42 человека охвата в семейных очагах. То есть это половина. Если в семью заболевание вошло, значит, оно и как-то вот это. Статистика так показывает. Главный врач района Тимур Мадьяров рассказал о мобилизации системы здравоохранения и создании безопасных условий для работы медицинского персонала, оказывающего помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В районе зарегистрировано 102 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них находится на госпитализации 4 человека в инфекционном отделении. 2 человека находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. Выписаны с выздоровлением 89. На карантине находятся 2 человека. Контактные милиции. На базе ВИПО находится с подтвержденным COVID-19 4 человека. За все время пролечены 32 пациента. Общее количество провязанных в госпитале у нас 21 пациент. То есть только у 4-х есть подтверждение. Остальные, как и с пневмониями, находятся на лечении. Одной из главных мер профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией остается соблюдение масочного режима и режима самоизоляции отдельными категориями граждан. Об этом в своем докладе рассказал начальник МВД России по Инаульскому району Руслан Фатахов. Всего в отдел МВД по Инаульскому району поступило 358 сообщений о нарушении мер самоизоляции. Из них выявлено сотрудниками полиции 352. 320 административных протоколов, переданных в суд, рассмотрено 108. Наложено штрафов на сумму 108 тысяч рублей. По 27 материалам вынесено предупреждение. Заместитель главы администрации района по экономическому развитию и предпринимательству Файруса Ганиева рассказал о том, как организована работа магазинов и предприятий бытового обслуживания в этот непростой период. Специалисты регулярно проводят профилактические рейды для избежания новых случаев заражения среди инаульцев. Заместитель главы городского поселения Альберт Морданов рассказал о том, как проводится дезинфекция в многоквартирных домах и на общественных территориях. Следующим докладчиком стала ведущий специалист отдела социальной политики и спорта Марина Соснина. С начала пандемии в нашем районе были организованы мобильные группы для поквартирного обхода граждан, находящихся на самоизоляции. Специалисты всех ведомств обсудили все возможные меры по усилению профилактических мер, в том числе строгое соблюдение масочного режима и соблюдение социальной дистанции. Ситуация в республике по-прежнему остается тревожной. Количество зараженных COVID-19 продолжает увеличиваться. Тем не менее, многие жители района перестали носить защитные маски и начали активно общаться между собой, игнорируя все рекомендации Роспотребнадзора. В ходе работы штаба было принято решение создать инициативные группы для усиления профилактической работы в общественных местах. Вел заседание и подвел его итоги Ильшат Вазегатов. Межведомственное заседание по вопросу обеспечения прибытия призывников, не явившихся на медицинскую призывную комиссию Янаульского района, а также граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, состоялось в минувшую пятницу 3 июля. С докладом о том, как проходит весенняя призывная кампания, выступил военный комиссар Марат Харисов. Только из Янаульского района во время весеннего призыва на военную службу должны отправиться 53 человека. На медицинскую комиссию явились 317. Из них 59 призывников были освобождены медкомиссией, 56 признали ограниченными по состоянию здоровья, трое негодны к военной службе. Актуальной в районе остается проблема уклонения от военной службы. 34 человека не явились на медицинскую и призывную комиссии. 7 из них – это злостные уклонисты, 11 человек – выпускники коррекционной школы. Доклад дополнил сотрудник отдела МВД по Янаульскому району Булат Закиров. На заседании было принято решение усилить межведомственное взаимодействие по работе с призывниками, злостно уклоняющимися от призыва на военную службу. Главам сельских поселений поручили оказывать содействие в розыске уклонистов. В отношении последних будут составляться административные протоколы, с наложением штрафов от 500 до 3000 рублей. Напомню, что получив повестку, гражданин обязан явиться в военкомат на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки к месту прохождения службы в установленный срок. К счастью, есть в нашем районе и те ребята, кто осознанно желает пройти срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Лучших из них в минувшую пятницу с нетерпением ждали во Дворце молодежи. В этот день пять призывников из Янаульского района в торжественной обстановке дали клятву и были приняты в ряды юнормии. С таким значимым событием их поздравил военный комиссар Марат Харисов и пожелал юношам хорошей службы, вручив памятные значки. Я призван военным комиссариатами Наушского района в ряды Вооруженных сил в виде специального назначения. В армию я иду собственно и со своим желанием. Сегодня великолепные впечатления, нас очень сильно поддержали и подарили заряд, я не знаю, наверное, на всю службу и еще более дальше вперед. Юнормия, это, как говорят старшие товарищи, это прототип, либо аналог комсомольца. Я очень рад, что такая традиция возрождается, поскольку человек с юного возраста должен защищать и идти сохранять свою честь и нести достоинство своей Родины. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 3 июля. На встречу с главой администрации района, его заместителями, представителями различных ведомств пришел глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Буранголов. Житель деревника Эмашабаш занимается растеневодством и планирует расширить свое производство. Собравшиеся обсудили вопросы аренды земельного участка для ведения деятельности и участия в программе «Начинающий фермер». Глава администрации района Эльшат Вазегатов поручил ответственным исполнителям оказать консультационную поддержку будущему фермеру. Сегодня рассматривали сельхозяйственный вопрос. Глава фермерского хозяйства изъявил желание участвовать в программе «Начинающий фермер» на получение гранта и дальнейшее развитие своего бизнеса. Он хочет приобрести технику, оборудование для развития отрасли растеневодства. С 3-го числа Министерство сельхозяйства начало принимать по программе «Начинающий фермер» пакет документов на рассмотрение, на получение гранта. Будут принимать документы до 8-го июля. По этой программе фермер имеет право на получение гранта до 5-ти миллионов. Условия программы – то, что фермер должен работать не более двух лет и должен развивать отрасли или растеневодства, или животноводства. Программа республиканская, деньги республиканские. Максимальная сумма гранта до 5-ти миллионов. Собственные средства от 10-ти процентов допускаются в большей сумме. С 6-го по 12-е июля в Башкирии пройдет неделя семьи. Она приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Праздник традиционно отмечается в России 8-го июля. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан предлагает насыщенный план мероприятий. Акции направлены на сохранение и развитие семейных традиций, повышение родительских компетенций, профилактику семейно-транспортного травматизма, организацию семейного досуга. Акции пройдут во всех городах и районах Республики. Неделя семьи стартовала двумя акциями. Первая акция – это семейный бумеранг доброты. По условиям данной акции в службе семьи Нинаольского района идет прием детских товаров в новом виде, либо в бывших потреблениях товаров, но подлежащих термической обработке. Можно принести такие товары, как кроватки, прыгунки, ходунки, стульчики для кормления и так далее. Данная акция продлится до 31 июля. То есть точкой сбора является служба семьи по адресу город Инаул, Советская, 21, кабинет 115. Вторая акция – это у нас акция «Семья – это выгодно». Согласно условиям данной акции, торговые точки города присоединяются и делают скидки семьям с детьми на протяжении всей недели, то есть с 6 по 12 июля. В нашем районе к данной акции присоединились 9 индивидуальных предпринимателей, то есть 9 торговых точек. На сегодняшний день уже предоставляют скидки от 10 до 20%. То есть каждый индивидуальный предприниматель сам решает, какую скидку он предоставит. Это такие торговые точки, как магазины подросток и счастливый ребенок в ТЦ «Шатлык», затем «Школьник» в ТЦ «Семья», затем магазин «Развивайка» по адресу Ленина, 10, затем «Отелье» и магазин «Артель» Победы, 97, также «Мир детства» ТЦ «Юбилейный», ТЦ «Универсал» мебельный салон, а также магазины продуктовые «Эдем» и также магазин «Электроник». Витрины данных торговых точек помечены специальным стикером данной акции. На протяжении всей недели семьи и на улице ждут еще ряд мероприятий. Просим всех принять активное участие и воспользоваться всеми выгодами данной недели. Святитель Николай Мирликинский, или как его еще называют Николай Чудотворец, один из наиболее почитаемых христианских святых. Чудеса Николай совершал как при жизни, так и после смерти. С молитвами к нему ежедневно обращаются тысячи людей по всему миру. 7 июля в Иверско-Иллиинский храм нашего города прибыла икона с частицей мощей святого Николая Чудотворца. Приложиться к святыне и помолиться святому Николаю может каждый православный. Сегодня в храме прошла праздничная служба и крестный ход. Верующие обращаются к святому за физическим и духовным исцелением, просят помощи в самых безнадежных ситуациях, совета при принятии трудного решения и поддержки во всех делах. Икона с частицей мощей святого Николая Чудотворца будет находиться в нашем храме с 7 по 12 июля. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 0,5 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 28, плюс 33 градуса. 7 июля. День воинской славы России. В этот день, в 1770 году, русский флот одержал триумфальную победу в Чесменском сражении, разгромив турецкую флотилию. В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово – «Был». Это означало «Был турецкий флот, а нет его теперь». Енаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Енаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 5 0402. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трагедии начинаются с этого. Соблюдайте правила поведения на воде. А почему в сказках всего по три? Три богатыря! Три поросёнка! Три желания! Потому что три – счастливое число. А нас двое. Ладно, будет вам третий поросёнок. Богатырь! Чисел много, и какое счастливое решать вам. А я слышал, счастливое число семь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...